здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня у нас на улице 30 градусов ветерочка не ветерочка нет солнце приглушенная и очень приятно находишься как в бане даже можно на улице и купаться сегодня мы с вами будем пересаживать орхидеи и я хочу показать как выглядят орхидеи которым просто необходима пересадка орхидеи которым необходима пересадка выглядят вот так все корни сверху все что в земле непонятно что с ним творится и сейчас мы с этим будем просто разбираться орхидеи я ее просто вытаскиваю из горшка и вытрясаю все убираем палочку потрясаем все просто ведро вот таким образом а теперь смотрите там видно даже в каком горшке первоначально была посажена орхидея вот в этом маленьком горшочке торфяном горшочке была посажена орхидея и сейчас мы с вами рассмотрим корни этой орхидеи но первых я убираю цветонос и вот эти сухие корни и все нужно обрезать подгнившие корни и сухие корни их надо все убрать вот этот стволик с корнями надо укоротить вот таким образом и все что здесь плохо выглядит все убрать можно убрать немножко листьев чтобы разгрузить само растение м Продолжение следует... 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 вот они старые цветоносы я их тоже обрезаю и смотрим что здесь оставляем что убираем уберу я совсем немножко нижнюю часть корней и корни которые повреждены я уберу тоже вот таким образом я освободил орхидеи от корней которые мне не нравятся сейчас я вымою вот этот горшок и мы посадим орхидею на свое место вот таким образом садим опять орхидею в пустой горшок опускаем все воздушные корни в этот горшок и присыпаем ее свежей землей для орхидеев держим ровненько и аккуратненько заполняем горшок землей все Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти две орхидеи я пересадила. Мне сейчас нужно их полить дождевой водой. Поливаю всегда дождевой водой. Что нужно знать при уходе за орхидеями? Нужно знать, что вот эти воздушные корни обрезать и убирать нельзя. Эти воздушные корни, они необходимы орхидеи. Через них она берет влагу из воздуха. И без этого орхидея жить не будет. Поэтому убирайте воздушные корни в землю. Орхидея будет продолжать расти и радует вас хорошим цветением. Вот эти две орхидеи еще нужно будет пересаживать. Вот здесь начинают выходить воздушные корни. Видите? Их обрезать ни в коем случае нельзя. Хочу вам сказать, чтобы вы... Так, а здесь у меня почему-то сладкое. Сейчас я возьму столовую ложку перекиси водорода и промою все листья, чтобы убрать всякую заразу. Все орхидеи пересадить мне сегодня не получится, потому что у меня нет достаточно земли. И те орхидеи, которые цветут, я никогда не пересаживаю. Я даю им возможность отсвести. И потом они пойдут уже в другие горшки, в другую землю, в свежую землю. Время у нас для этого еще будет. Итак, основные правила по уходу за орхидеями. Ухаживайте без фанатизма. Орхидея в природе растет на дереве, сидит на ветке, получая влагу с неба, удобрения от птиц и так далее. Вот таким образом сегодня мы с вами пересадили орхидеи. Малыши мои цветут. Я их уже давно планирую пересадить, но никак не получается. Ну вот, как-то так. Вот эти маленькие орхидеи, они очень-очень благодарные. Они украсят любое окно, любой дом. Очень красивые. Ну вот, как-то так. Итак, повторяем. Не обрезайте воздушные корни. Не ухаживайте фанатично. Поливайте один раз в две недели. Воду, которая отстоится в горшке или в кашпо на дне, нужно обязательно слить. Орхидея не выносит излишней влажности. Ну, что вам еще рассказать? Ну, я надеюсь, что мои орхидеи порадуют нас своим цветением. И что сегодня моя информация для вас была полезной. Используйте землю, купленную для этого специального магазина. Специальную землю для орхидей. И что еще нужно сказать? Не экспериментируйте сами с корой сосны и так далее. У вас навряд ли получится сделать так, как нужно для орхидеи. Ну что, мои хорошие, я думаю, вы меня поняли. Лучше меньше, но лучше. Оставьте орхидеи в покое. Не поливайте их два раза в неделю или раз в неделю. Это слишком, для орхидеи слишком много. Это растение. Но не то, которое пьет много воды. Это то растение, которое нужно поливать. Один раз в две недели. А если я, как я макаю, я бывает макаю и один раз в три недели. Всю воду, которая отстоится на дне горшка, я сливаю. Что еще нужно сказать? В воду для полива орхидей я добавляю специальное удобрение для орхидей. Орхидей не требует много питания, поэтому специальное удобрение, оно не крепкое, оно слабое, оно не сожгет ваши корни. И не пользуйтесь другими удобрениями для цветов. Уж лучше вообще не удобрять, чем удобрять неправильно. Уж лучше совсем не поливать, чем поливать неправильно. Ну нет, не поливать нельзя. И я надеюсь, что вам было это интересно и полезно. И до новых волнующих встреч. Кто-то ждет этого. На канале Север это моя судьба. Спасибо вам за ваши лайки, за комментарии. Спасибо вам за подписку. Оставайтесь со мной. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть вам будет интересно жить. Улыбайтесь. Всего вам доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok